О том, что алкоголь и дорога несовместимы, знает каждый. Однако, согласно сухим цифрам статистики, ежегодно растет число ДТП по вине нетрезвого водителя, порой с самыми тяжелыми последствиями. Поэтому молодежь города вышла на улицы Горячего Ключа, чтобы привлечь внимание водителей к этой проблеме. Цель акции – привлечь внимание водителей к проблеме управления транспортным средством в состоянии опьянения. Сегодня, как вы видите, присутствуют волонтеры с нами с материалом, с раздаточным, с плакатами, с соответствующей тематикой. Параллельно этому мероприятию, для того, чтобы действительно постараться каким-то образом уделить внимание, мы будем предлагать водителям автомобилей разместить на своем транспортном средстве стикер с логотипом, с хэштегом «Я отрезвый водитель Горячего Ключа». Затем фотография с автомобиля с данным логотипом размещается в социальной сети Instagram, размещается под фотографией хэштег «Я отрезвый водитель Горячего Ключа». Затем мы будем отслеживать количество так называемых лайков под каждой фотографией. Итоги будут подведены 21 сентября к вечеру. Та фотография, которая наберет наибольшее количество лайков, владелец этой фотографии получит 22 числа в 11 часов на центральной городской площади во время открытия велопарада. Специальный приз – соковыжималку и апельсины. Приз предоставлен торгово-промышленной палатой города Горячий Ключ. Вместе с молодежью в акции приняли участие сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Государственная инспекция города Горячий Ключ обеспокоена положением дел с аварийностью на территории муниципального образования города Горячий Ключ. Особенно с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В этом году выявлено 105 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, что выше прошлого года на 5%. Также в этом году зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли. И 29 получили ранения, что практически в 3 раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Каждое 5-е ДТП на территории района произошло с участием водителя в нетрезвом виде. Госавтоинспекция города Горячий Ключ напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления от 1,5 до 2 лет. Повторное совершение административного правонарушения в период лишения права управления, либо год после окончания срока лишения, образует состав уголовной статьи 264 прим. 1, влекущая штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до 2 лет. Госавтоинспекция города Горячий Ключ обращается к участникам дорожного движения, особенно к водителям. Не допускайте управление транспортным средством в состоянии опьянения, не допускайте передачи управления лица, находящихся в состоянии опьянения. Соблюдайте правила дорожного движения и счастливых вам и безопасных дорог. Привлечь внимание горожан к теме трезвости водителей прибыли и медики города. Ведь именно они одними из первых спешат на помощь пострадавшим в авариях. Акция достаточно интересная и, возможно, стоит ее сделать более регулярной, и не только, возможно, в горячем ключе, потому как в связи со спецификой нашей работы, к сожалению, мы достаточно часто попадаем на вызова, когда виноваты именно люди, находящиеся в трезвом состоянии. Обычно они как травмируются сами, так и травмируют совершенно невиновных людей, которые, может быть, просто шли мимо. Поэтому хочется сказать и заметить, что все-таки нужно брать на себя ответственность за жизнь не только свою, но и тех, кто вас окружает. Ни в коем случае не садитесь в алкогольном опьянении за руль, даже если кажется, что это совсем чуть-чуть, что я еще трезв, я вполне спокойно могу вести. Все-таки лучше лишний раз перестраховаться, но не допустить беды. Основная часть акции прошла на улице Псикупской, у въезда в городской парк. Завидев издалека волонтеров с тематическими плакатами антиалкогольной направленности, водители транспортных средств останавливались, чтобы подробнее узнать о проходящем мероприятии. Я очень рада, что у нас в городе проводятся такие акции, я обязательно приму в них участие. Поддерживаю акцию, поддерживаю полностью, все отлично, не знаю, я за то, чтобы трезвые только у нас ездили, чтобы не лихачили, потому что тоже, понимаете, дети, дети у нас везде. Мои пожелания водителям не пить за рулем, не садиться за руль, точнее, выпившим, и не нарушать правила. Тоже против этого, чтобы пьяные ездили за рулем, очень много аварий из-за этого, и гибнут, причем, как говорится, невинные люди. Я постоянно катаюсь и очень часто эти аварии вижу, и вижу, где были нетрезвые водители. Мои слова, допустим, не пить за рулем, проще вызовите такси и доедите на такси. Сейчас, по-моему, даже есть услуга в некоторых службах, трезвый водитель. Проще заплатить там 150-200 рублей, чем потом либо без прав ходить, это самое легкое, ну и либо в тюрьму попасть из-за пьянки за рулем. Желаю всем поддерживать это мероприятие и быть трезвыми за рулем. По итогам конкурса, который проводился в Инстаграм, победительницей стала Екатерина Булычева. Свой приз она получила на Центральной городской площади в рамках открытия велопарада Всемирного дня без автомобиля.